Всем привет, с вами снова Азат, вы по-прежнему на канале Автосправочная. В этом видеоролике я хочу рассказать об изменениях для российских водителей, которые ожидаются в мае 2023 года. В отличие от предыдущих месяцев, май оказался не таким богатым на изменения, тем не менее они есть. Первое, о чем бы я хотел рассказать, это то, что с 1 мая 2023 года Автоваз планирует повышение цен на свои автомобили, на весь модельный ряд Lada в среднем на 2%. Если говорить в рублях, то в зависимости от модели и комплектации автомобиля повышение цен ожидается в районе от 19 до 39 тысяч рублей. Напомню, что предыдущее повышение цен от Автоваза было совсем недавно, только в марте 2023 года. Тогда опять же в зависимости от комплектации и модели ценники были увеличены до 20 тысяч рублей. Далее следующее изменение. Дело в том, что с 1 мая 2023 года изменяется размер скидки на российскую нефть. Эта цена учитывается при расчете сборов и пошлин в бюджет Российской Федерации. В мае эта скидка не может превышать 31 доллар за баррель относительно стоимости североморского маркерного сорта нефти Brent. Механизм расчета цены Юрлс поменялся с 1 апреля. Выше, чем с максимальной скидкой, цена Юрлс для расчета налогов может быть ниже – нет. Скидка будет постепенно уменьшаться. В июне она составит 28 долларов, в июле – 25 долларов за баррель. Новые правила должны стимулировать российские компании бороться за уменьшение дисконта на российскую нефть, что должно увеличить поступление в бюджет страны. Я напомню, что речь здесь идет о так называемом топливном демпфере, который вводился для того, чтобы в зависимости от текущей цены на нефть стабилизировать стоимость бензина и дизельного топлива на заправках, то есть рознице. Каким же образом очередное изменение формулы этого топливного демпфера и уменьшение размера скидки при расчетах повлияет на конечную стоимость топлива на заправках, мы узнаем уже в ближайшие дни. А если вы хотите получать кэшбэк в размере 10% за каждую заправку своего автомобиля, то по ссылке в описании под этим видео вы можете заказать себе кредитную карту Тинькофф Драйв. Сейчас на нее действует интересная и выгодная акция. Все подробности будут в описании. Далее, следующее изменение. Ожидалось, что со 2 мая 2023 года армянские автомобили, которые эксплуатируются на территории России, утратят статус иностранного товара, то есть их можно будет свободно регистрировать в ГИБДД и продолжать ими пользоваться, не нарушая закон. Однако, как пояснили еще в феврале 2023 года, на самом деле это изменение произошло не в мае, а раньше, с 1 января 2023 года. Согласно действующим на сегодняшний день положениям, транспортные средства, которые были выпущены в обращении на территории Армении после 10 октября 2014 года, и которые привезены на территорию России, после 1 января 2023 года утрачивают статус иностранного товара, то есть они приобретают статус товара ЕАЭС, то есть Евразийской экономической зоны. Таким образом, со стороны таможни на эти транспортные средства перестают действовать ограничения на их регистрацию в ГИБДД. Единственное, для того, чтобы их поставить на учет на гражданин России, необходимо будет оплатить утилесбор. Но здесь опять же есть исключения. Исключением является отдельный перечень из 339 автомобилей, которые сохранили статус иностранных товаров до 2 мая 2025 года. В отношении этих транспортных средств сохраняются действующие ограничения по их ввозу и использованию на территории России. Файл с перечнем этих автомобилей вы можете скачать у меня на сайте. Ссылку на материал я оставлю под этим видеороликом. Далее, следующее, про что я бы хотел напомнить. Дело в том, что ежегодно в регионах России, начиная с мая, вводятся временные ограничения на передвижение в дневное время суток по дорогам общего пользования тяжеловесных транспортных средств в жаркое время. То есть, к примеру, если говорить про мой регион, в Татарстане, у нас эти ограничения ежегодно действуют с 20 мая по 31 августа. В этот период, если дневная температура превышает 32 градуса, то передвижение тяжеловесных транспортных средств запрещается в период с 10 утра до 10 ночи. Это сделано для того, чтобы сохранить дорожное покрытие. В завершение данного видео я хочу рассказать о двух законопроектах, которые планируется только рассматривать в мае 2023 года. Первый законопроект, вернее, это даже пакет сразу из трех законопроектов, речь идет о так называемых законах о тишине. То есть, речь идет о введении штрафов для граждан за нарушение покоя и тишины в ночное время. В том числе, в одном из законопроектов содержится штраф за громкий автозвук, за громкую музыку в автомобилях, а также за громко работающую автосигнализацию в ночное время. Ранее про эту инициативу я уже рассказывал. Первое чтение этих законопроектов запланировано в календаре Госдумы на май 2023 года. И второй законопроект, который касается всех абсолютных водителей, это речь идет об инициативе по изменению сроков заключения договоров ОСАГО. Напомню, в первом чтении данный законопроект был одобрен 18 апреля. Согласно тексту этого документа предполагается, что полисы ОСАГО можно будет покупать сроком от 1 до 12 месяцев. До 17 мая 2023 года к документу принимаются замечания, предложения и поправки. После 17 мая должно состояться уже второе чтение доработанного документа. А если вы хотите выгодно приобрести либо продлить полис ОСАГО, вы можете воспользоваться полезной ссылкой в описании под этим видео. Там у вас появится возможность сравнить актуальные цены именно для вас и вашего автомобиля от большинства крупных страховых компаний России. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Что вы думаете по поводу этих поправок и инициатив? Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях под этим видео. Желаю всем безопасных дорог и всем удачи!